Добро пожаловать на всероссийскую премьеру «Астон Мартин» ДБИС. Первое слово по традиции передается Андрею Николаевичу Павловичу, генеральному директору председательного управления «Астон Мартин». Друзья, здравствуйте, коллеги, фанаты автомобильной индустрии. Мы являемся эксклюзивным представителем «Астон Мартин». Нас выбрали в конце 2014 года, и с 2015 года мы ведем деятельность по развитию бренда в России. За этот период нам было продано 64 автомобиля. Мы были признаны лучшим дилером по маркетингу среди европейских дилеров и партнеров. Что касается нового внедорожника, безусловно, мы уверены, как и наш главной партнер штаб-квартира «Астон Мартин» в успехе ДБИС на российском рынке. Уже сейчас мы видим, что спрос существенно превышает первоначальные предложения, которые нам могут дать в квотирование на заводе «Астон Мартин». Да, я передаю слово Марку Райхману, исполнительному вице-президенту и главному креативному директору «Астон Мартин» Дарву Пагонда. Это 85,000 машин. Сейчас вы видите, что было создано 85,000 машин. Это то количество машин, которое было создано за 107 лет. Эта машина, которую вы видите сегодня здесь, будет с той машиной, которую мы добавим в этот список. И давайте только представим, такого количества машин «Тойота» может создать всего лишь за два дня. И, конечно, 95% из них до сих пор существует. Да, некоторые из них в гаражах, некоторые из них созданы и у кого-то в коллекциях. Мы создаем такие машины, которые передают другим поколениям. Мы не создаем такие машины, которые исчезнут быстро с лица земли. Мы также можем похвастаться за то, что у нас есть самая дорогая машина в Британии, которую мы можем продать на рынке. Сегодня эта машина стоит 2,5 миллиона долларов. Таких машин осталось совсем немного. Они создаются вручную и уникальны по своей сути. Я хотел бы вам представить Томаса Кизеля, президента «Астон Мартин Европа». Спасибо. Вы уже слышали. Да, но я хотела сказать, что у нас в будущем планы мы хотим запустить 7 новых машин. Это будут новые продукты на базе тех, которые уже до этого были созданы. В первую очередь поговорим, конечно, о линейке тоже DBX. Мы видим сегодня, что кроссовер – это новый продукт, который мы предоставили. Ранее такого не было. Мы также работаем с компанией «Легонда». Наша концепция будет основана и фокус будет на электрических машинах. И мы, конечно, будем продолжать работать со спортивной линейкой наших машин и дальше их делать. Томас, как вы думаете, аудитория данного автомобиля будет принципиально отличаться от аудитории других автомобилей «Астон Марта»? И да, и нет. Мы, в первую очередь, нацелены на тех клиентов, которые уже существуют. Это будут семьи, это будут женщины и те люди, которые просто любят кроссоверовать. Какое место по объемам продажи занимает российский рынок «Астон Мартин» и насколько он значим для маркетов? Я хочу сказать, что на сегодняшний день Россия находится на втором месте в сегменте продажи дорогих люксовых автомобилей после Германии. И мы очень вдушевлены тем, что мы представляем эту марку автомобиля, модель автомобиля здесь сегодня для вас и завтра для наших клиентов. Для нас это большая возможность сотрудничества. У нас потрясающий здесь партнер, компания «Авилон», и мы рады вместе работать. Прежде чем вы познакомитесь с моим клиентом лично, я хочу сказать, что вы уже видели тот наброс, который был предоставлен раньше. Это абсолютно новая архитектура, это абсолютно новая пропорция, на которой мы строили нашу машину. И все детали выполнены согласно тому первому наброску, который был предложен. Это уникальная решетка, которую вы здесь видите, это очень отдельная характеристика, которая часто встречается на всех машинах «Астон Мартин». Вы видите спереди плавные линии, которые характеризуют нашу машину. У меня рост стоит 23 см, но при этом я абсолютно комфортно чувствую здесь ради. Я вам покажу, как я там помещаюсь. Я хочу сказать, что это архитектура, которая была создана нами. Это не то, что мы взяли машину в BMW и просто подделили ее в другую архивную. Или взяли концепцию какой-то другой машины. Это абсолютно наш уникальный продукт, наш уникальный архитектур. Двигатель так расположен на оси, что когда вы находитесь в машине, вы чувствуете, что вы не сидите как будто на машине, а вы находитесь и являетесь частью автомобиля. Это было сделано специально, чтобы сохранить тот баланс, который вы чувствуете, и машина прекрасно управляет, чтобы не зарядок от вас на полном положении. Когда мы говорили про красоту, мы должны ответить линии. Вы видите, как передняя часть машины часто часто перетекает с конец автомобиля. Все это создает не только прекрасное видение машины, но и прекрасную динамику. Эта динамика также поддержана. Мы видим, что низ автомобиля тоже соответствует тем характеристикам, которые мы хотели написать. Когда мы смотрим на велосипеде, то есть причина, что она имеет короткую передачу, потому что передняя часть машины движутся вверх, и передняя часть машины движутся вверх. Как я уже сказала, мы расположили колесо чуть дальше для того, чтобы положить туда двигатель, и он расположился так, чтобы была создана старая динамика, которую хотели достичь. Заднее колесо у нас отвернуться чуть назад, и когда вы открываете машину, вы делаете какие-то действия, и вам не мешает колесо. И это тогда машина, которая не правильно, если мы говорим про тот комфорт, который уже создан, тот комфорт, который есть на задних сиденьях. Вы не убираете таленку на передние сиденья, и абсолютно точно оно соответствует всему тому, что вы хотели достичь. Я больше не буду задерживать вас, я знаю, что все вы хотите ознакомиться с Мартином, но помните о том, что это та машина, с которой вы будете ехать, и люди, несмотря на вас, будут вам завидовать. Это тот уникальный объект, который был создан, несмотря на то, что это первый кроссовер, это та машина, которая имеет все характеристики спортивной машины.